Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 29 марта, но так как у нас сибирский регион, у нас все еще завалено снегом и не во вся теплица я могу даже войти. Вот сегодня мне сын помог, откопал еще одну теплицу. Как видите, вход был завален. И мне было обидно, я заглядывала до этого только в форточку, увидела, что там все растет, трава цветет, а я войти не могу использовать ее. Вот сегодня мне ее откопал сынок, я зашла, увидела, что здесь прекрасная погода, сюда уже вынесли мы петунии, пусть они здесь радуются. И пользуясь случаем, как раз хочу рассказать о дезинфекции теплицы, как обрабатывать теплицу весной. Потому что очень много таких вопросов, и я решила вам рассказать, как это делаю я. Вот здесь очень тепло. Видите, как дорожка, я убрала здесь линолеум, и так разрослась трава, что я пожалела, что убрала на зиму. Даже цветет, вот маленькие цветочки. Это значит, что здесь тепло уже давно, и можно уже обрабатывать теплицу, и что-то в ней здесь садить. Под пленки, конечно, под дуги еще под одни. Но я рано не высаживаю здесь, пока у нас тут будет стоять рассада. Вот видите, у меня стеллажи приготовлены. Но для тех, у кого более теплый регион, и кто хочет сейчас уже заняться посадками, я расскажу, как обрабатываю теплицу я. Как обычно, для обработки теплицы применяем те же самые средства, которыми мы боремся с грибками. Для того, чтобы от болезни обработать теплицу, традиционно применяют медный купорос и хлорокис меди. Вот эта вот пара... А, хочу еще сказать, что обработки существует два вида. От болезней и от вредителей. Если вы обработаете медным купоросом, это будет считаться, что вы провели дезинфекцию от болезни. Если у кого-то мучают всякие гусеницы, совки, еще что-то, обязательно нужно еще от вредителей весной обрабатывать землю. Я от вредителей не обрабатываю, потому что у нас почему-то нет ни совок, ни этих, ни каких-то хрущей, ни какие есть. Может быть, потому что сибирский регион, и они зимой как-то не могут перезимовать, вымерзают здесь. Ну вот, традиционная смесь для обработки комплексной от болезней и от вредителей, это вот хом хлорокис меди и искра. Разводите один препарат в небольшом количестве и другой. Соединяете все вместе, доливаете до 5 литров. Вот такая 5-литровая бутыль. Все. Этим раствором можно опрыскать и как обработать две теплицы. Расход на одну теплицу, вот на такую, как у меня, 8 на 3, 2,5 литра. Короче, литр на 10 квадратов. У всех разные объемы, площадь теплиц. Один литр вот этого раствора уходит на 10 квадратных метров. Вот я знаю, что мне вот этой вот такой баклушки 5-литровой из-под воды хватает на две теплицы. Все. Кто хочет отдельно, можете отдельно просто обработать от вредителей. Обычно обрабатывают карбофосом. Все. Карбофос растворяете в 10 литрах воды и проливаете всю землю свою. Можно обработать отдельно от болезней. Пожалуйста, медный купорос. Растворяете 2 ложки медного купороса в 10 литрах воды. Поливаете. Можно опрыскать даже вот эти вот ваши стеночки. Потому что если у вас здесь в прошлом году, например, росли помидоры, которые были поражены грибковыми заболеваниями, и в теплых регионах они не умирают за зиму, то можно опрыскивать, обрабатывать и стеночки, и землю, и весь инвентарь, какой вы здесь оставляли. Но я обрабатываю не всегда, скажу вам сразу, как, не знаю, кто обрабатывает, может, каждый год. Если у меня вот там в той теплице росли арбузы в прошлом году, и нынче я буду садить туда помидоры, я обрабатывать не буду, потому что есть овощи, у которых болезни разные. И болезнь, например, арбузная не прилипает к рассаде помидоры, к помидорам. Ну, как вы знаете, предшественники там лучшие, после чего нужно просто соблюдать севый оборот, и тогда нужно ограничить вот эти обработки. Еще мы из-за того, что снег сюда у нас не попадает, земля здесь голая, она вымерзает, промерзает очень хорошо, и никаких насекомых здесь вообще не остается. Вот кто-то спрашивает, надо или не надо накидывать снег. Люди накидывают снег для того, чтобы была здесь влага, но у нас здесь так много вокруг сугробы, что они когда тают, вся земля сюда попадает, тут и так сыро, мы не накидываем снег. Поэтому почва у нас открытая, и промерзает все прекрасно. Тут и меньше грибков остается, всех этих, и насекомых никаких. И я даже иногда бывает, что не каждый год обрабатываю. Но это подходит не всем, потому что все по-разному. Лучше, конечно, рекомендуется обрабатывать. Обработать можно как осенью, так и весной. Весеннюю обработку рано не начинайте, потому что вот эти вот средства, которые от насекомых, всегда написано, что только от плюс 12 градусов. Если холоднее, то оно не действует, или еще, может быть, этих насекомых здесь нет, они не ожили. Нужно подождать, когда будет стабильная температура 12 градусов, тогда только обрабатывать. Не торопитесь. Если вы не собираетесь садить именно завтра, послезавтра, то лучше подождать до теплого климата. Также вот медный купорос, хом, искра. Вы можете выбрать любое себе сочетание, что-то с чем-то, например. Когда медным купоросом обрабатываете, туда еще многие добавляют дегтярное мыло 100 грамм на ведро воды. Оно тоже, ну как в этой смеси, пишется везде, что это от всяких заболеваний. Как она работает, я не знаю, но многие этим пользуются. Я тоже иногда мыло добавляю. Все прекрасно обрабатывается, убивается. Вот это дезинфекция теплицы. Вы можете, конечно, подобрать свой вариант, любой другой. Можете обрабатывать от насекомых, можете нет, можете только от грибковых. Просто запомните, самое главное, что если вы обрабатываете от болезней, нужно обрабатывать обязательно препаратом, в состав которого входит медь. Вот медный купорос, там бордовская смесь, хлорокис, меди. Все то, чем мы боремся с грибками. А от насекомых обрабатываем препаратами, которыми брызгаем летом гусениц, тлей, всяких там мушек, букарашек. Все, это два разных назначения. Их можно совмещать, можно наоборот разделять. Каждый выбирает сам. Все, вот небольшое пояснение по обработке. Теплицы, я вам рассказала. Надеюсь, мой совет кому-то поможет. Вам главное, что сам принцип обработки усвоить, а потом препарат-то вы можете выбрать любой. Вы можете, например, в этом году только от болезней продезинфицировать именно теплицу. На следующий год вы будете знать, мучили вас здесь насекомые, мешали они вам или нет. Насекомых можно убить и летом. Вот у меня здесь, я даже летом от насекомых очень редко обрабатываю. Нет вредителей таких, которые сильно нам мешают. Я не обрабатываю. Я только иногда, если больные были помидоры, обрабатываю от грибков. Все, до свидания. Всем счастливо обработать теплицы, чтобы никаких грибков у нас не было. Нам они не нужны. До следующего видео урока.